Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодня мы с вами поговорим об эволюции подходов к лечению пациентов с сахарным диабетом второго типа и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Буквально несколько дней назад в Европе завершился крупный конгресс Европейской ассоциации по изучению сахарного диабета и были озвучены новые рекомендации, новые очень интересные исследования. Три-четыре недели назад завершился Европейский кардиологический конгресс, где также были озвучены новые рекомендации, в том числе по введению пациентов с дислепидемией. И мы с вами основные и самые интересные моменты сегодня обязательно обсудим. Мы с вами прекрасно знаем, что распространенность сахарного диабета и в нашей стране, и во всем мире чрезвычайно высока и с каждым годом увеличивается. И вы все помните исследование Nation, которое было опубликовано в 2016 году, согласно которому распространенность сахарного диабета второго типа в Российской Федерации в настоящее время, более 5,9 миллионов человек в Российской Федерации. При этом, к сожалению, более половины людей не знают о наличии у них диабета. В мире ситуация такая же, если в 80-х годах прошлого века распространенность диабета составляла 108 миллионов человек, то в настоящее время это уже более 420 миллионов, а по прогнозам экспертов, к 40-м году распространенность сахарного диабета составит 642 миллиона человек. И, как мы знаем, эксперты всегда ошибаются в меньшую сторону, на 10-15 миллионов, то есть наиболее вероятно, к 40-му году распространенность диабета в мире составит 650 миллионов человек, то есть каждый десятый среди взрослого населения будет болен диабетом. При этом, в первую очередь, речь идет, конечно же, о сахарном диабете второго типа. Риск развития сердечной недостаточности у пациента с сахарным диабетом в 2-5 раз выше, и наши пациенты с диабетом умирают именно от сердечно-сосудистых заболеваний. Если у пациента с сахарным диабетом есть сердечная недостаточность, то его риск сердечно-сосудистой смерти на 60-80% выше. Если у пациента с сахарным диабетом есть в анамнезе перенесенный инфаркт миокарда или инсульт, то его продолжительность жизни на 12 лет меньше, чем у пациента без сахарного диабета. И как было показано ещё в исследовании 1998 года учёными из Техаса, по сути сахарный диабет является эквивалентом сердечно-сосудистого заболевания. Мы сейчас с вами это учитываем, когда рассчитываем сердечно-сосудистые риски. Если у пациента с сахарным диабетом в анамнезе не было инфаркта миокарда, то его сердечно-сосудистый риск смертности точно такой же, как у пациента без диабета, но с уже перенесённым инфарктом миокарда. Смертность пациентов увеличивается, если у них есть хроническая болезнь почек, риск увеличивается в разы. И как было показано в исследованиях 2014 года, опубликованных в журнале Lancet, конечно же, сердечно-недостаточность в разы увеличивает смертность пациентов с сахарным диабетом. При этом госпитализация по поводу сердечно-недостаточности является независимым предиктором плохого прогноза. И риск смертности таких пациентов возрастает с каждой последующей госпитализации. К сожалению, более 90 пациентов больных с преддиабетом, а именно с нарушением толерантности к глюкозе, не подозревают у себя наличие данного состояния. Тем не менее, через 5 лет каждый третий такой пациент будет иметь сахарный диабет второго типа. А если нарушение толерантности к глюкозе сочетается с нарушенной гликемией натощак, то через 5 лет каждый второй будет иметь сахарный диабет второго типа. И, конечно же, более 90% наших пациентов имеют избыточный вес или ожирение. Вот таким образом происходит развитие сахарного диабета второго типа. Сначала, постепенно, на фоне увеличения массы тела снижается чувствительность к инсулину и нарастает инсулинорезистентность. На этом фоне происходит второй процесс, постепенное повышение уровня гликемии. И сначала пациент переходит в состояние преддиабета. В дальнейшем у него развивается сахарный диабет второго типа. Но самый важный третий процесс, о котором все зачастую забывают, это секреция инсулина, которая сначала увеличивается по мере нарастания массы тела, а в дальнейшем за счет снижения количества бета-клеток, за счет апоптоза бета-клеток, их додифференциации в альфа-клетке снижается запас инсулина, запас бета-клеток, и секреция инсулина начинает снижаться, и у пациента возникает гипоинсулиномия. К сожалению, сахарный диабет зачастую мы выявляем именно на данном этапе, в то время как нам надо было бы выявить нарушение углеводного обмена вот на этом этапе, когда еще не пройдена так называемая точка невозврата, и когда мы можем предотвратить и замедлить развитие сахарного диабета с помощью диеты, физической активности препаратов и регулярного наблюдения. Вот такие подходы к управлению гипергликемией существуют в настоящее время. Это слайд американской диабетической ассоциации. Если мы уже выявили у пациента сахарный диабет, мы, конечно же, ориентируемся на гликированный гемоглобин. Он менее строгий должен быть у пациентов с большим стажем сахарного диабета, с серьезными сердечно-сосудистыми заболеваниями, с микрососудистыми осложнениями, и наоборот, более строгий, более низкий у более молодых пациентов, у которых нет серьезных сердечно-сосудистых заболеваний. Вот слайд российской ассоциации эндокринологов. Это наши клинические рекомендации, алгоритмы специализированной медицинской помощи больным сахарным диабетом. Самая последняя редакция, май 2019 года. И, опять-таки, менее строгий гликированный, менее 8, даже менее 8,5 процентов мы можем рекомендовать тем пациентам, у которых есть серьезные сердечно-сосудистые заболевания или низкая ожидаемая продолжительность жизни. Как понять, что мы достигли целевых значений компенсации? Конечно же, мы ориентируемся не только на гликированный гемоглобин, а в первую очередь это и глюкоза плазмы натощак перед основными приемами пищи, а также глюкоза плазмы через 2 часа после приема пищи. Правильно ли мы подбираем сахароснижающую терапию? И на данном слайде у нас представлены основные группы сахароснижающих препаратов, которые сейчас и в России, и во всем мире используются. Это слайд американской диабетической ассоциации. Мы сейчас с вами кратко их обсудим. Тиазолидиндионы постепенно уже отходят на второй план, поскольку было доказано, что они увеличивают риск прогрессирования сердечной недостаточности. Сульфанилмочевина – это класс препаратов, который обладает очень высокой эффективностью, но, к сожалению, данные препараты могут увеличивать риски развития гипогликемии. Это, в свою очередь, увеличивает сердечно-сосудистые риски, увеличивает риск спонтанных аритмий. Метформин по рекомендациям и российским, и международным остается препаратом первой линии, и все остальные препараты мы добавляем уже к нему. Метформин пациент продолжает получать до тех пор, пока к нему не возникают противопоказаний. Даже когда мы уже полностью переводим пациента на инъекционную терапию, будь то терапия или базальным инсулином, или агонистами глюкогоноподобного пептида, наш пациент продолжает метформин получать. Ингибиторы натрия-глюкозного котранспортера второго типа – это очень хорошая современная группа препаратов, которая обладает низким риском гипогликемии. И в последнее время было очень много исследований по сердечно-сосудистой безопасности, которые мы с вами далее обсудим, и доказано, что данные препараты снижают риск прогрессирования сердечной недостаточности. Агонисты глюкогоноподобного пептида первого типа – это тоже очень хорошая современная группа препаратов. Данные препараты обладают низким риском гипогликемии, высокой эффективностью. Они подавляют аппетит и помогают снижать вес нашим пациентам, а это чрезвычайно важно при сахарном диабете второго типа. И препараты снижают сердечно-сосудистую смертность. Об этом мы тоже далее поговорим. Ингибиторы дипептидилпептидаза четвертого типа – это препараты, которые обладают низким риском гипогликемии. Они обладают достаточно средней эффективностью, очень хороши в комбинации с тем же метформином, и очень хорошо их использовать, в частности, в пожилом возрасте, потому что они обладают минимальным лекарственным взаимодействием и минимальным риском гипогликемии. В настоящее время все препараты должны проходить исследования по сердечно-сосудистой безопасности, потому что нам важно не просто снизить уровень гипогликемии в крови, но и добиться снижения сердечно-сосудистых рисков у наших больных. Препарат сравнивается с препаратом сравнения. Если верхняя граница доверительного интервала превышает цифру 1,8, то данный препарат не утверждается. Если верхняя граница доверительного интервала меньше, чем 1,8, но больше, чем 1,3, то препарат утверждается, но проводятся дальнейшие исследования. Если верхняя граница доверительного интервала меньше, чем 1,3, но больше единицы, это означает, что препарат сопоставим по эффективности с препаратом сравнения, но не превосходит его. И мы говорим о том, что изучаемый препарат превосходит препарат сравнения только в том случае, если верхняя граница доверительного интервала меньше единицы. Итак, что же изучается в первую очередь? Это основные неблагоприятные сердечно-сосудистые события, так называемые мейсы, которых вы все знаете. Это сердечно-сосудистая смертность, нефатальный инфаркт миокарда, нефатальный инсульт. И зачастую исследуется дополнительный четвёртый компонент. Здесь может быть госпитализация по поводу острого коронарного синдрома, срочная ревоскуляризация или сердечная недостаточность. На данном слайде представлены основные исследования по ингибиторам ДПП-4, которые существуют в настоящее время. Это и исследования ТЭКОС, и недавно опубликованные исследования Каролина Кармелина по линоглептину. Что можно сказать по этому классу препаратов? Он не превосходит препарат сравнения, но и не вызывает прогрессирования ни сердечно-недостаточности, ни увеличения сердечно-сосудистой смертности. В то же самое время в исследовании Сейвер на саксоглюптини было показано не увеличение частоты госпитализации, но тенденция к данному увеличению. Поэтому препарат не рекомендован при наличии сердечно-недостаточности. Вот следующие классы препаратов. Это ингибиторы натрия-глюкозного котранспортера второго типа и агонисты глюкогоноподобного пептида. И всё, что отмечено зелёными квадратиками, говорит о превосходстве препаратов по сравнению с препаратами сравнения. То есть можно смело говорить о том, что и эмпоглифлодин, и канаглифлодин, и дапоглифлодин снижают сердечно-сосудистую смертность. И, кроме того, и эмпа, и дапоглифлодин снижают частоту госпитализации по поводу сердечной недостаточности. Исследование по дапоглифлодину было опубликовано совсем недавно. Кроме того, в исследование входили не только пациенты с сахарным диабетом второго типа, но и пациенты без него. И это очень многообещающие данные, потому что, возможно, в дальнейшем препараты из этого класса будут использоваться не только для лечения сахарного диабета, но и для лечения пациентов с сердечно-недостаточностью со сниженной фракцией выброса. Огонисты глюкогоноподобного пептида первого типа не влияют на частоту госпитализации, и это будет учтено в рекомендациях, которые мы обсудим с вами далее. Но они снижают сердечно-сосудистую смертность, и в первую очередь речь идёт о лироглютиде. Дулоглутит снижает первичные и конечные точки. Кроме того, такой препарат, как семоглутит, который в нашей стране пока ещё не зарегистрирован, на днях был одобрен в качестве перорального препарата. Также было показано, что семоглутит снижает сердечно-сосудистые риски, а именно первичные и конечные точки. Вот как выглядят современные рекомендации Европейской и Американской ассоциаций по изучению сахарного диабета. У нас в прошлом году произошло событие, и буквально в октябре 2018 года они были приняты. Слайд достаточно сложный, и мы сейчас с вами всё по порядку разберём. В настоящее время в мире принята так называемая персонифицированная, индивидуализированная терапия и индивидуализированный подход к каждому пациенту. Поэтому мы должны определить, какая же основная проблема у пациента выходит на первый план. Если это установленная хроническая болезнь почек или установленное сердечно-сосудистое заболевание, и при этом преобладает сердечно-сосудистое заболевание, то после метформина мы будем добавлять к терапии или агонист глюкогоноподобного пептида первого типа с доказанным положительным эффектом. И здесь по убывающей лироглутит, далее семоглутит, потом экзенатит, или ингибитор натрия-глюкозного котранспортера второго типа, также с доказанным положительным эффектом. Если гликированный гемоглобин выше целевого у нашего пациента на такой терапии метформин плюс агонист ГПП-1 или метформин плюс ингибитор натрия-глюкозного котранспортера, то мы можем комбинировать и мы можем даже назначить тройную терапию, если еще несколько лет назад мы не могли себе представить такую комбинацию. метформин, агонист ГПП-1 и ингибитор натрия-глюкозного котранспортера, то в настоящее время это разрешено и прописано в рекомендациях. Если же у нашего пациента преобладает сердечная недостаточность или хроническая болезнь почек, то здесь на первый план выходят ингибиторы натрия-глюкозного котранспортера второго типа, и только при непереносимости или в случае противопоказаний здесь мы эту группу заменяем на агонист глюкогоноподобного пептида первого типа. И также, если гликированный гемоглобин все еще выше целевого, то мы добавляем или ингибитор ДПП-4, если у пациента нет в терапии агониста глюкогоноподобного пептида, или сульфанилмочевину, или базальный инсулин, но мы избегаем тязолидиндионов, поскольку они увеличивают прогрессирование сердечной недостаточности. Если наша основная цель – это снижение риска гипогликемии, и у пациента нет установленной хронической болезни почек или сердечно-сосудистого заболевания, то в данном случае у нас выбор большой. Это может быть ингибитор ДПП-4, агонист ГПП-1, ингибитор натрия-глюкозного котранспортера, или тязолидиндион, и далее мы можем комбинировать терапию. И не забываем о том, что метформин – это все-таки препарат первой линии. Если наша основная цель – это снижение веса, то здесь на первый план выходят агонисты глюкогоноподобного пептида с доказанным эффектом, и здесь уже по убывающий доказанный эффект сначала у семаглутита, а на втором месте лироглутит, на третьем месте дулаглутит, или ингибитор натрия-глюкозного котранспортера. Но у данного класса эффективность по снижению веса меньше, чем у агонистов глюкогоноподобного пептида. И если же наш основной фактор, на основании которого мы принимаем решение, какой же препарат назначить, – это стоимость препарата, то здесь может быть или сульфанилмочевина, или тязолидиндионы, и, к сожалению, в России до сих пор зачастую используются именно препараты сульфанилмочевины. Что делать с пероральными препаратами, когда мы переводим пациента на инъекционную терапию? Метформин мы продолжаем. Если наш пациент получал препараты сульфанилмочевины, то мы снижаем дозу на 50% или отменяем препарат при добавлении базального инсулина. И если наш пациент переводится на прондиальный или смешанный инсулин, то мы, конечно же, препарат отменяем. Что касается ингибиторов натрия-глюкозного котранспортера второго типа, даже при переводе на инъекционную терапию, мы данные препараты продолжаем принимать, или если наш пациент их не принимает, мы должны рассмотреть дополнительное назначение к терапии этого класса препаратов. И ингибиторы дипептидилпептидаза четвертого типа мы отменяем, если назначаем агонисты глюкогоноподобного пептида. То есть это классы, которые несовместимы друг с другом. Это наши рекомендации майские 2019 года по стратификации лечебной тактики в зависимости от уровня гликированного гемоглобина в дебюте у пациента. Они достаточно сложные, но они стали более удобны, чем в предыдущей версии. Мы должны определить, какой же гликированный гемоглобин у нашего пациента целевой и насколько тот уровень, который есть в настоящее время, превышает целевой. Если он превышает целевой менее, чем на 1%, то это может быть монотерапия. Если на 1-2,5%, то комбинация двух препаратов и метформин основа. И если гликированный у нашего пациента превышает целевой более, чем на 2,5%, то комбинация может быть из двух, из трех препаратов или комбинация вместе с инсулином. В 2016 году впервые Европейское общество кардиологов внесло наши препараты, сахароснижающие, а именно ингибиторы SGLT-2, свои рекомендации. Кардиологи говорят о том, что следует рассматривать раннее назначение ингибиторов SGLT-2 тем пациентам, у которых есть сердечная недостаточность. Вот рекомендации самые последние, 2019 года. И здесь мы также видим эмпоглифлазин, канаглифлазин, дапоглифлазин рекомендуется пациентам с сахарным диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями для снижения риска осложнений. И эмпоглифлазин также рекомендован для снижения риска смерти с уровнем наказательности 1b. Метформин рекомендуется для лечения пациентов с сахарным диабетом и также при наличии сердечной недостаточности, но в том случае, если скорость клубочковой фильтрации у пациента более 30. Вот наши рекомендации российские по персонализации выбора сахароснижающих препаратов. И здесь мы видим, что если у пациента есть подтвержденные сречесосудистые заболевания, точно так же, как и в европейских рекомендациях, на первое место выходят агонисты ГПП-1 и ингибиторы натрия-глюкозного транспортера второго типа. При сердечной недостаточности это ингибиторы натрия-глюкозного транспортера, при ожирении метформин, агонисты ГПП-1 и ингибиторы натрия-глюкозного транспортера, а также при наличии сречесосудистых факторов риска, возможно, эффективны в качестве первичной профилактики ингибиторы натрия-глюкозного транспортера и агонисты глюкогоноподобного пептида первого типа. И буквально совсем недавно, несколько дней назад, на конгрессе Европейской ассоциации по изучению сахарного диабета была представлена ещё одна группа сахароснижающих препаратов. Завершилось исследование третьей фазы в Японии. Это препарат, который влияет на митохондриальную функцию и улучшает её. Он увеличивает секрецию инсулина, улучшает чувствительность к инсулину в мышцах и снижает глюконеогенез в печени. Возможно, эта группа препаратов в ближайшем будущем также войдёт в наш арсенал. Также важно помнить о том, что комбинированная терапия – это, конечно же, залог успеха эффективного и долгосрочного управления диабетом. И очень важно влиять одновременно на разные звенья патогенеза сахарного диабета. Именно это принесёт нам успех в лечении. Я очень люблю этот слайд. Здесь мы видим, если пациент приходит нам на приём, и у него в дебюте гликированный гемоглобин 9%, мы не назначаем ему комбинированную терапию, мы назначаем только диету и физические упражнения. Проходит время, и, к сожалению, наш пациент не достигает целевого гликированного гемоглобина. Количество бета-клеток и инсулина быстро снижается у этого пациента вследствие глюкозотоксичности. Далее мы назначаем монотерапию, но всё равно не достигаем целевого значения, поскольку запасы инсулина снижены у такого пациента. Если же мы вовремя назначаем пациенту комбинированную терапию, и при гликированном 9% это, как правило, будет минимум 2 сахароснижающих препарата, то мы быстро достигаем целевого гликированного гемоглобина, убираем феномен глюкозотоксичности, и наш пациент большую часть времени находится с целевым гликированным гемоглобином, что очень важно для него, в первую очередь, в плане профилактики осложнений сахарного диабета. Но когда мы говорим о снижении сердечно-сосудистых рисков, важно помнить не только о сахароснижающей терапии, но и коррекции дислепидемии. И есть очень крупное исследование Евроэспайр, которое вошло почти 8 тысяч пациентов из 24 европейских цивилизованных стран, которая показала, что даже в том случае, когда наши пациенты уже получают гиполипидемическую терапию, к сожалению, целевой гликированный достигается менее чем в 20% случаев. Давайте посмотрим на этот слайд. Это пациенты очень высокого риска, их целевой уровень липопротеидов низкой плотности меньше, чем 1,8, и мы видим цифру 18,3%. Таково количество больных, которые уже получают терапию статинами, но только они достигли целевого уровня. С чем это может быть связано отчасти в нашей стране? Зачастую на прием приходят пациенты вот с такими бланками анализов из учреждений по месту жительства, где мы видим так называемые нормальные значения липопротеидов низкой плотности. На всех бланках разные. До 4,53 ммол на литр, до 4,11 ммол на литр, до 2,59 ммол на литр. Мы с вами знаем, что мы ориентируемся не на те значения, которые нам указывает лаборатория, а на целевые показатели липидов в зависимости от сречесосудистых рисков наших пациентов. Но, к сожалению, можно зачастую услышать от этих пациентов такую фразу «доктор не назначил мне лечение, поскольку мой уровень холестерина, мой уровень липопротеидов низкой плотности в норме». Конечно же, это неверно, поскольку при сахарном диабете гораздо более атерогенная дислипидемия, чем у пациентов без него, и совсем другие показатели являются нормальными. При сахарном диабете мы видим высокий уровень мелких плотных липопротеидов низкой плотности, высокий уровень триглицеридов и низкий уровень холестерина высокой плотности. Это приводит к тому, что у пациента с диабетом формируется так называемая нестабильная тросклеротическая бляшка, которая характеризуется достаточно тонкой фиброзной капсулой, и гладкомышечные клетки, которые составляют основу этой бляшки, вследствие апоптоза подвергаются деградации, и в любой момент может произойти разрыв этой бляшки, что приводит при сахарном диабете к достаточно большой площади поражения. Поэтому у наших пациентов в пять раз чаще возникает критическая ишемия нижних конечностей, в два-четыре раза чаще возникают ишемические инсульты, в два-три раза чаще возникают инфаркты. И еще в прошлом веке было показано, что риск сречно-сосудистых заболеваний находится в прямой зависимости от уровня липопротеидов низкой плотности. И всемирное известное исследование ВКПДС Роберт Тернер, главный исследователь, показало, что и уровень холестерина низкой плотности, и уровень общего холестерина – это главные факторы риска сречно-сосудистых заболеваний в популяции больных диабетом. При этом, если нам удается снизить уровень липопротеидов низкой плотности на 1 ммол на литр, то мы тем самым снижаем риск сречно-сосудистых заболеваний на 36%. Но если у пациента повышается уровень липопротеидов низкой плотности всего лишь на 1 ммол на литр, то риск сречно-сосудистых заболеваний увеличивается в полтора раза. Какие же целевые показатели липидного обмена существуют в настоящее время и в России, и в Европе? Слева алгоритмы специализированной медицинской помощи – это рекомендации эндокринологов, справа рекомендации кардиологов. Они несколько отличаются. Если у пациента высокий риск, то целевой уровень липопротеидов низкой плотности менее чем 2,5 ммол на литр. И если у пациента очень высокий риск, то мы рекомендуем, мы эндокринологи рекомендуем снижать уровень липопротеидов низкой плотности до цифры 1,8 и ниже. Кардиологи же рекомендуют снижать до 1,5 ммол на литр. Но если у пациента на фоне достигнутого уровня 1,8, 1,7, 1,6 мы видим прогрессирование атеросклеротического процесса, возникновение острого коронарного синдрома или критической ишемии, то в данном случае эндокринологи соглашаются с кардиологами и рекомендуют снижать уровень липопротеидов низкой плотности менее чем 1,5 ммол на литр. Но, как я говорила, совсем недавно были опубликованы новые кардиологические рекомендации, согласно которым при высоком риске в настоящее время целевые значения у пациента будут меньше чем 1,8 ммол на литр. И если риск очень высокий, то ни 1,8, ни 1,5, а меньше чем 1,4 ммол на литр. Но давайте посмотрим правде в глаза. То исследование, которое мы обсудили чуть ранее, Евроиспайр, показало, что даже цифру меньше чем 1,8 мы достигаем только в 18% случаев, поэтому хорошо, если данную цифру мы будем достигать в 90-100% случаев, тогда уже можно будет стремиться и к цифре 1,5, и к значению 1,4 ммол на литр. Показал, что если мы снижаем уровень липопротеидов низкой плотности всего лишь на 1 ммол на литр, мы снижаем пятилетний риск МЭС, тех самых больших сердечно-сосудистых событий, мы снижаем риск коронарной варевоскулиризации в 5 раз. Если у нашего пациента уже уровень липопротеидов низкой плотности на фоне терапии порядка 2 ммол на литр, а мы продолжаем его снижать, то мы имеем дополнительные очень серьёзные преимущества, и риск МЭС снижается в 6 раз на каждый дополнительный 0,5 ммол на литр, он снижается в 5 раз на каждый 1 ммол на литр, риск сердечно-сосудистых заболеваний и риск окклюзии сосудов снижается также в 5 раз. Каковы же риски без гиполепидемической терапии? Если мы не назначаем терапию нашего пациента, то риск критической ишемии в 5 раз выше. При критической ишемии риск больших ампутаций на 40% выше. И буквально 2 месяца назад ко мне на приём привезли пациентку, достаточно молодую, это пациентка 56 лет с сахарным диабетом 2 типа, около 10 лет она страдает и сахарным диабетом, у неё есть дислепидемия. И терапевтам по месту жительства неоднократно данной пациентке назначались статины, которые пациентка вследствие собственных убеждений их неоднократно себе отменяла. К сожалению, это привело к прогрессированию атеросклеротического процесса, критической ишемии, и в настоящее время пациентке выполнена двусторонняя ампутация. Конечно, мы могли бы предотвратить данное осложнение, если бы мы вовремя мотивировали пациентку, если бы пациентка самостоятельно не отменяла себе гиполипидемическую терапию. Мы в настоящее время назначим ей и корректную гиполипидемическую терапию, и откорректируем сахароснижающую, но, к сожалению, это будет уже вторичная профилактика. Мы могли бы предотвратить эту катастрофу, если бы пациентка имела целевые уровни липидов. И, к сожалению, такие больные очень быстро умирают. При критической ишемии риск смертности на 25% выше в течение года. При этом у пациентов с диабетом важно помнить, что диабетическая дистальная нейропатия маскирует симптомы, и может не быть типичного симптома перемежающейся хромоты, может быть просто некая тяжесть в ногах или незначительный болевой синдром, о котором пациент может даже не говорить доктору. Но мы сейчас обсуждали диабетическую макроангиопатию, а микроангиопатия и ретинопатия, нефропатия также напрямую зависит от дислипидемии. И мы с вами знаем такие немодифицируемые факторы риска, как длительность диабета, генетические факторы, но есть и модифицируемые. Это гипергликемия, которую в настоящее время лечит и эндокринолог, и терапевт уже в нашей стране. Это артериальная гипертензия, которая лечит и терапевт, и кардиолог. и это дислепидемия, которую лечат и эндокринолог, и терапевт, и кардиолог, и, к сожалению, все равно мы не достигаем целевых значений липидов. При этом риск слепоты в 25 раз выше при отсутствии лечения, и диабет является ведущей причиной терминальной стадии хронической болезни почек. Около 50% всех случаев мира на диализе это пациенты с сахарным диабетом. Какова же распространенность дислепидемии при диабете? По данным разных исследований она варьирует от 36 до 56%, но в реальной клинической практике почти у каждого пациента мы видим на своем приеме той или иной степени выраженности дислепидемию. Какая же гиполепидемическая терапия использовалась и используется в мире в настоящее время? В первую очередь это был клофибрат в 70-80-х годах прошлого века. Исследование включало более 15 тысяч пациентов, и мы видим увеличение общей смертности на 25% в группе лечения за счет побочных эффектов. Поэтому в настоящее время препарат не применяется. Холестерамин. Исследование 1984 года. Более 3,5 тысяч пациентов включено в исследование. Снижение сердечно-сосудистой смертности, но нет снижения общей смертности. Гемфибразил. Исследование 1987 года. Медианное наблюдение 5 лет. Количество пациента более 4 тысяч. И также увеличение общей смертности за счет побочных эффектов. В то же самое время метаанализ 14 ранобизированных исследований более 18 тысяч пациентов с диабетом на терапии с татинами показал, что в данном случае при снижении уровня липопротеидов низкой плотности всего лишь на 1 ммол на литр мы видим и снижение смертности от всех причин, и снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому в настоящее время статины являются препаратами первой линии при сахарном диабете, когда речь идет о лечении дислепидемии. И не имеет значения, есть у пациента ишемическая болезнь сердца или нет, мы в любом случае получим положительное влияние на сердечно-сосудистые исходы. И если пациент с сахарным диабетом обращается к нам на прием с уже выполненной ампутацией, а мы не назначаем ему терапию с татинами, то мы увеличиваем его риск смертности. Это было показано в самом последнем исследовании 2018 года. Также важно помнить о мощности статинов и выбирать именно тот, который подходит нашему пациенту в данной конкретной ситуации. Если мы назначаем статин в стартовой дозе 10 мг, то мы добиваемся снижения липопротеидов низкой плотности на симво статине на 28%, на аторво статине на 38% и на розово статине на 48%. Любое удвоение дозы прибавляет всего лишь 6% к мощности, поэтому максимальная доза, максимальная мощность в дозе 40 мг на симво статине приблизительно 40%, на аторво статине порядка 50% и на статине порядка 60%. И в данном случае нам надо оценить, какой уровень липопротеидов низкой плотности у нашего пациента при обращении к нам, к какому уровню нам надо стремиться и на сколько процентов нам нужно снизить уровень липопротеидов низкой плотности. В зависимости от этого мы можем подобрать тот или иной статин в необходимой дозировке. Это рекомендации Американской Диабетической Ассоциации. И я хотела бы обратить ваше внимание, что всем пациентам в возрасте старше 40 лет при наличии сахарного диабета Американская Ассоциация рекомендует назначение статинов. Отличается лишь режим интенсивности терапии или умеренной, или высокой интенсивности. Если пациент моложе 40 лет и у него нет сердечно-сосудистых заболеваний, а также нет факторов риска, тогда терапия не назначается. Но о каких же факторах риска идет речь? Это уровень липопротеидов низкой плотности, это уровень давления, курения, хроническая болезнь почек, альбуминурия и даже семейная анамнез речь сосудистых заболеваний. Если таких факторов риска нет у пациентов, и он моложе 40 лет, тогда терапия назначаться не будет, согласно американским рекомендациям. На данном слайде представлены режимы терапии статинами умеренной интенсивности и высокой интенсивности. И как же нам достигнуть целевых значений, если мы уже назначили статин в максимально переносимой дозе, а целевые значения не достигнуты? Во-первых, мы можем комбинировать терапию, и во-вторых, мы можем заменить один препарат из группы статинов на другой также в максимально переносимой дозе. Не так давно у меня на была пациентка с сахарным диабетом 2 типа, с острым коронарным синдромом в анамнезе. Это пациентка наша коллега, рентген-лаборант. И пациентка наблюдается кардиологом. Тем не менее, на прием ко мне она пришла на фоне терапии 30 миллиграмм аторвостатина и с уровнем липопротеидов низкой плотности порядка 2,7 миллимоль на литр. Конечно же, уровень не целевой, но, к сожалению, коррекция терапии не производилась. При комбинации с эзотимибом статина мы добились целевых значений согласно существующим на настоящее время рекомендации, и терапия кардиологом, лечащим была одобрена. Это очень важно не забывать о том, что у нас есть варианты комбинации и какие же они существуют. Во-первых, статины вместе с эзотимибом, это было показано еще в исследовании Improved, это Кристофер Кеннон, Майкл Блейзин, главные исследователи. В исследование вошло более 18 тысяч пациентов. Мы видим, что на комбинации статин плюс эзотимиб мы можем достичь снижения уровня липопротеидов низкой плотности дополнительно на 24%. В случае удвоения дозы статина всего лишь 6%, а комбинация статин плюс эзотимиб это уже 24%, то есть эффективность в данном случае выше. Поэтому если у пациента дислипидемия не корректируется только статин, мы можем использовать данную комбинацию. Есть второй вариант комбинации, это относительно новая группа препаратов ингибитора PCSK9. И в данном случае комбинация статин плюс ингибитор PCSK9 дополнительно снижает уровень липопротеидов низкой плотности на 57-60%. Только необходимо помнить о том, что данные препараты добавляются к статинам, поскольку только статины стабилизируют те самые нестабильные атеросклеротические бляшки, которые мы видим у наших пациентов с сахарным диабетом. Для фибратов тоже есть место, если речь идет о коррекции гипертреглицеридемии. При этом важно не забывать в первую очередь о диетических рекомендациях, поскольку зачастую на прием к эндокринологу приходят пациенты, которые никогда не слышали о рекомендациях диетических при наличии у них гипертреглицеридемии. В то же самое время я бы хотела показать вам пример пациента, уровень липопротеидов низкой плотности у него 3,16 25 апреля, и через месяц только на фоне коррекции сахароснижающей терапии и на фоне диеты мы достигли уровня липопротеидов низкой плотности 1,95. Пациенту были назначены статины, пациент самостоятельно их не принимал, да, уровень целевой в данном случае, но если у пациента есть при данных показателях липидов атеросклероз, статины пациенту все равно показаны, но доза будет намного ниже, чем если бы в том случае, когда пациент не соблюдал данную диету. Также если у пациента уровень триглицеридов более чем 5,7 ммол на литр, то мы сразу обязательно назначаем фибраты для снижения риска панкреатита. И если у пациента на фоне терапии статинами уровень триглицеридов сохраняется больше, чем 2,3 при одновременном снижении липопротеидов высокой плотности до цифры 0,9, здесь мы комбинируем фибраты плюс статины для снижения сречесосудистого риска. Дополнительное преимущество данной комбинации было показано в исследовании АКОРД. Существует исследование 2018 года доктора японского Кавасаки, которое показывает, что и терапия статинами, и терапия фибратами, и комбинированная гиполепидемическая терапия снижает риски прогрессирования ретинопатии и риски необходимости лазерной коагуляции, а также риски необходимости витероктомии на 53%. Об этом необходимо помнить. Мы не только спасаем жизни пациентов, мы и снижаем риски слепоты и риски микрососудистых осложнений таким образом. А вот комбинация статинов с неоцином провалилась. Данное исследование показало, что комбинация увеличивает риски ишемических инсультов, поэтому терапия в настоящее время подобное не рекомендуется. Очень много вопросов и у пациентов, и у врачей возникает по поводу снижения когнитивной функции. И американское агентство FDA выполнило систематический обзор, в который вошли постмаркетинговые исследования, баз данных, рандомизированные клинические исследования, когортные исследования, случай контроль, и не было выявлено снижение когнитивной функции на фоне применения статинов. То же самое касается онкологических заболеваний. Метаанализ 27 исследований показал, что 5 лет терапии с татинами не оказывает эффект на заболеваемость и смертность от онкологических заболеваний. Что касается впервые выявленного диабета на фоне терапии с татинами, да, к сожалению, такое возможно. И метаанализ 13 исследований показал, что относительный риск впервые выявленного диабета составляет 1,09. Много это или мало? Это означает, что если мы лечим 255 пациентов в течение 4 лет, да, у одного из них будет сахарный диабет, но, как правило, это пациент с избыточным весом, с так называемым метаболическим синдромом, факторами риска сахарного диабета. И пациент не погибнет в данный момент времени от диабета, мы знаем, как его лечить. Но при этом мы предотвратим более 5 сердечно-сосудистых исходов, то есть мы спасем как минимум 5 жизней. Поэтому если терапия с татинами показана, мы, конечно же, обязательно ее назначаем. Наши коллеги из Торонто говорят о том, что причиной миопатии, которая может быть на фоне назначения статинов, зачастую является лекарственное взаимодействие. Поэтому обратите внимание на данный слайд. Здесь указаны препараты и редкие заболевания, которые могут быть у наших пациентов. И в том случае, если у пациента возникает или мышечная боль, или бессимптомное повышение креатинкиназа на фоне статинов, наши коллеги из Торонто рекомендуют отменить статин и возобновить при исчезновении симптомов. Далее оценить креатинкиназу, если симптомы возобновляются, или через 6-12 недель, если симптомов нет. В том случае, если креатинкиназа повышена, но менее чем в 10 раз, то мы отменяем статин, оцениваем другие причины повышения креатинкиназа. Это может быть, например, нарушение функции щитовидной железы. И далее снова при нормализации креатинкиназы пробуем возобновить статин в низких дозах. Кроме того, если креатинкиназа повышена более чем в 10 раз, да, мы исключаем рапдомиолиз, мы смотрим миоглобин в моче, но тем не менее я бы хотела обратить ваше внимание на то, что наши коллеги из Торонто все равно рекомендуют при нормализации возобновить статин в низких дозах, поскольку они понимают, что мы таким образом спасаем жизни наших пациентов. Если же статины не переносятся повторно, то мы определяем, какие другие гиполепидемические препараты мы можем нашим пациентам назначить. И в заключении я бы хотела показать вам варианты комбинированной терапии, которые существуют в настоящее время. Это может быть удвоение дозы статинов, комбинация с изотимибом, ингибитором PC-SK9, фенофибрат или омега-3 жирные кислоты и их влияние на уровень липопротеидов в низкой плотности, на уровень триглицеридов и на уровень липопротеидов высокой плотности. На этом у меня все. Я благодарю вас за внимание. И, пожалуйста, если у вас есть какие-то вопросы, на сайте указаны наши контакты, связывайтесь с нами, задавайте вопросы, оставляйте комментарии. Мы будем рады на них ответить. Спасибо.